Человек подобен дроби. Числитель то, что он есть, знаменатель то, что он о себе думает. Чем больше знаменатель, тем меньше дробь. Лев Толстой. Когда я переехала сюда в январе 15-го года, я сидела 8 месяцев без работы. Мне было ужасно тяжело. И потом Светлана Ивановна что-то вот такое придумала, что нужна книга. Она мне позвонила, пригласила. И с сентября 15-го года, вот будет два года, как я тут занимаюсь фарфаристами. С сентября 15-го года Левтина Андреевна дописывает третий том исследований. Предмет этих исследований – династия завода Политарий. С кузнецовских времен до 2009 года, когда завода не стало. Я знала вот людей, конечно, из их рассказов при общении знала, но вот такую биографию. Вот с них начинался новгородский фарфор. Это вот те, так скажем, кузнецовские мастера и их потомки. Вот, пожалуйста, первые фамилии. Опорины, Ильины, Симоновы, Марквины, Исакова. До сих пор их потомки живы и здоровы. Пролетарии живут. Материал для книг Левтина Андреевна собирала по крупицам. Искала в библиотеках и архивах. С ручкой и тетрадкой ходила по домам. Пролетарке хватает своих кроведов среди ветеранов завода и учителей местной школы. Но задание заказчика согласилась выполнить только она. Приезжая пожилая учительница из Новоселец. Дом культуры выиграл грант. И вот во всю работу входило многое. Во-первых, и династии, и музей завода возвратить. И гончарное производство организовать. И теперь, когда приезжает экскурсия, здесь же столько делается для детей и взрослых. Это вам, пожалуйста, экскурсия в музей. И гончарное показывают. И росписи делают. Фарфористов приглашают. Кто еще владеет кистью, помоложе умеет рисовать. Это очень большая работа. Связь поколений. Проделана, да. И связь поколений. Ну и то, что все-таки в книге останется. Честно скажу, я же не знала ничего этого. Я окунулась в океан, который меня поглотил. Ну, подумала, это что-то новенькое. Я не знаю. И надо узнать. И я была до такой степени поглощена радостью общения с этими людьми, которые создают красоту. Красота завода теперь представлена в нескольких витринах временного выставочного зала поселкового ДК. Уже два года она здесь работает. Вернулась скульптуру, с которой начинала еще в 54-м году. Как киномеханик передвижки. Был райцентр ПАЛА. Вот там. Значит, я и работала киномехаником. Но не в райцентре, а по деревням. Берешь пленку. Узкая пленочка. Две вот таких бобины. Иногда 15 километров ее на свое плече несешь, потому что нет транспорта. Машина редко колхозная ходила. От деревни до деревни возили кино на лошадке, на телеге. Два года отъездила. В деревне Растане была у меня прекрасная подруга. Она работала щитоводом. Оленька, царство и невестное. Она говорила, Аля, учиться, учиться, Аля, учиться. Я уволилась с работы, проработав два года киномехаником. Пришла домой и сказала родителям, я уезжаю учиться. Родители были недовольны. Я приносила в дом деньги. Поехали с сестрой в Валдай. Оказывается, там уже педагогического не было. Мы хотели в педагогический, там медицинского. Фельдшер, диплом с отличием. Проработала 9 месяцев. Не хватило ума понять, что хронические болезни существуют. А я все думала, ой, хронические болезни, значит, я бестолковая. И потом все-таки меня жгло, жгло это педагогическое поприще. Историко-филологический факультет пединститута Левтина Андреевна закончила в 65-м. И с 65-го года она преподает. Теперь, правда, только в двух классах. В третьем классе, на Васильевской школе, она ведет кружок устного народного творчества. В седьмом классе, в Политарской, краеведение. Все, что огорчает пожилую учительницу в теперешней работе с детьми, так это чрезвычайно жесткие требования по безопасности. Раньше с учениками она ходила в походы. Тогда можно было ездить дикарями. Например, мы в форме клуба боевой славы. У нас зеленые гимнастерки, пилотки на головах. И я вместе с детьми в такой же форме, да? Мы в Новгороде садимся на теплоход, едем до селищ, останавливаемся, какую-то там изучаем тему в селищах. Снова на теплоход. Едем в Волхов. Из Волхова в Ленинград. Там ночуем у генерала танковых войск. Едем в Павловск. То есть у нас смесь военной истории и вообще истории. То есть исторические памятники. Ну а как же познавать окружающий мир? Как познавать свой родной край? Вот я с этим классом разговариваю в кабинете. Покажу какие-то книжки, фотографии. А вот выйти уже до Бронницкой горы, а мне нужно туда выйти. Я и сама боюсь. Так меня напугали. А чем напугали? Что столько надо выполнить условий, ограничений и тому подобное. То есть? Даже это вот. Ну не знаю. То есть с детьми подняться на Бронницкую гору? Да. Ну, по крайней мере, так говорят. Что сложно не ходить. А единственное, когда мы сходили на улицу князя зимой. Фотографии сделали. Да, где ж? Куда ж я затолкала-то? Эту нашу. Вон, надо вам-то посмотреть камень. Синий камень, поглядите. Вот наш князев. А вот мы на улице князя. Ну, по крайней мере, ее ребята хоть запомнили. Бывшая Екатериновка. Потому что по ней шла Екатерина II, когда совершала водную коммуникацию в 1785 году. Водная коммуникация, это просто она путешествовала? Да, 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 да. Но, говорят, ходила тут и на Бронницкую гору. Видела Новгород, Ильмень, восхищалась. Тоже легенда. Кто-то восхищается. Ах, царственная ножка вступала. Я воспринимаю спокойно, потому что императрице надо было после яхты прогуляться. И посмотреть окрестности. Сколько лет вашей жизни сядут? 50. 50 лет? Да. 62-го года в Броннии. И современники, и тени в тиши беседуют со мной. Острее стало ощущение шагов истории самой. Мы с вами на историческом месте. Здесь в 1830 году, в 1831 году, было закончено строительство штабного городка. Что меня здесь трогает? Что меня тут волнует? Меня тут волнует сама история. Вот красота этих зданий. Простая архитектура. Ложные арки видим. Красный цвет кирпича. Белый. И строго, но и торжественно, и красиво. А вот у этой казармы, и там, за манежем вторая казарма, у них еще, кроме вот этих лестниц, были балконы. Здесь был кадетский первый губернский корпус, который носил имя графа Рахчеева. А здесь бывали, и это тоже, может быть, вызывает уважение. Бывали. Великий князь Михаил Павлович, он был начальником военных учебных заведений. И император Николай Первый. Будучи цесаревичем Александр, а потом император Александр Второй. Жена Николая Первого, Александра Федоровна, великая княжна Мария Николаевна. И здесь вот на штабе и на церкви, как говорится, в едином числе, были мемориальные доски. Вот видите, их убрали. Куда теперь пока, я не знаю. Запустение Новоселецкого гарнизона Левтина Андреевна воспринимает как личную утрату. В сущности, те же эмоции переживают фарфористы поселка Политарий. Величавая и гордая мста серебро свое дарит фильменю. Но сегодня она несет воды в противоположную сторону. Это просто волна. Да, волна идет туда вверх. Раньше мы переправлялись через речку, ходили туда в лес за грибами, за земляникой. У многих были лодки моторные. Любимая Новоселеца на Левтину Андреевну немного в обиде. Материалов по гарнизону и истории села у нее очень много. А книгу так не написала. Дети и внуки тоже посят написать, но уже автобиографию. У нас на всю округу, в километре от нашей деревни, где я жила, был клуб. Был один радиоприемник, ламповый, родина. И вот там мы могли что-то узнать и что-то услышать. У нас не было радио, у нас не было света. Мы жили и учились при керосиновой лампе. Но страсть, откуда эта страсть к учению, я ума не приложу. Вот деревня почти глухая, хотя поезд ходил в полукилометре, и там у нас остановка была. Разъезд за ход. Но почему-то была мечта стать балериной. Господи помилуй, никогда ничего не видел, не слышала. И все-таки как вот тогда люди откликались, даже в Москве. Я не знаю, откуда я взяла адрес планетария. Я увидела пролетающий астероид. Я не знала, что это такое. Я написала туда. И мне лектор Парцевский до сих пор, помню фамилию, ответил, что это маленькое небесное тело величиной с конфету. Вот понимаете, ну как у Гайдара дальние страны. Вот оно влечет. Вы понимаете, это болезнь своеобразная. Не остановиться. Хочется и хочется, и хочется. И знать, и читать, и написать, и рассказать, а не оставлять в себе. Вот ну что поделать. Ну такая натур. План исследований на ближайший год у Левтины Андреевны расписан. Сдать третий том династии и оформить цикл экскурсии по Новгородскому району. С темами она определилась. Нина Юрьевна, а вы не хотите подкинуть у Левтины Андреевны еще какую-нибудь тему? Мы уже подкинули. Это какое? Это, так, сейчас скажу, туристические тропы Новгородского района. Мы сейчас будем изучать от синего камня гостецкого направления, до Савина, Новоселец и прочие дела. Мы сейчас определим объекты, сформируем маршруты и будем работать с экскурсиями. Как радостно, что все желания живы, что хочется творить, любить и петь. И нет у нас альтернативы, а есть одно – гореть. И я своим ученикам, когда мы собираемся, большим, которые стали уже дедушками и бабушками, всегда пою кадетский вальс. Не полностью, но вот для молодежи. И закончим на этом. Вихрь истории так закружил Корпус кадетский наш дом. Мы же России хотим послужить В мире огромном таком. Милые юные годы на мсте, Зрелые годы в строю. Мы доверяли каждой мечте Светлую душу свою. И музыка моя. Все. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Субтитры создавал DimaTorzok